Если увидишь кого-то подавленным, расскажи ему о его достоинствах. Расскажи ему о доброте его души, расскажи ему о его улыбке, расскажи ему о его хороших качествах, расскажи ему о надежде, об оптимизме, расскажи ему, что нужно думать хорошо об Аллахе, поговори с ним, обними его, залечи его раны, чтобы он снова засиял. Не допусти того, чтобы кто-то упал рядом с тобой. Не дай никому сломиться, пока его рука находится в твоей руке, и не дай человеку впасть в депрессию после того, как он пожаловался тебе на свою слабость. Молодой человек из Ирака рассказал мне о своих тревогах, и я напомнил ему о рае и его наслаждениях. И он сказал мне, шейх, твои слова спасли меня от неверия. Догвы написал мне недавно из Германии, я уже несколько недель передвигаюсь с больным братом с одной больницы в другую. Твой клип про терпение в инстаграме охладил мою душу, словно холодная вода, и сразу развеялись мои печали и усталость. Умар из Эрлиада пришел ко мне с большим горем, обливаясь слезами, которые перебивали его дыхание. Он внезапно очнулся от беспечности грехов и непристойных поступков. И я рассказал ему о величине милости Аллаха, и он сказал мне, твое назидание спасло меня от суицида. Утешать подавленного человека — одно из великих поклонений. Друг мой, слово, которым ты утешил человека, никогда не пропадет зря. Оно было сказано тобой и было услышано другим. Возможно, оно улетело и растворилось далеко, но оно непременно вернется к тебе однажды, когда ты сам будешь нуждаться в нем, для того, чтобы вновь оживить твое сердце и осветить тебя. Подобно тому, как ты утешил этого бедного, озадаченного человека, Аллах пошлет тебе того, кто утешит тебя и развеет твое одиночество в день твоей печали. Подавленный человек нуждается в твоей помощи, даже если он показывает, что держится. Поддержи его хотя бы словом. А если он скажет тебе в трудном положении, оставь меня, это не твое дело, возьми его за руку и скажи ему, ты — мое дело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова